Наш эфир продолжает встреча, вернее программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И если вы можете, поделитесь своими наблюдениями о деятельности внешнеэкономической, внешнеполитической, вернее, команды Дональда Трампа. Да, событий у нас много происходит в политике американской, но я, пожалуй, сосредоточусь действительно на действиях троих весьма интересных персоналей, так или иначе связанных с внешней политикой, и с реакцией на них со стороны леволиберальной публики. Как всегда, благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска, и начинаем с самого главного человека во внешней политике, не считая президента, конечно, это госсекретаря. Майк Помпео был весьма и весьма активен последние недели, даже встречался тут с российскими лидерами, но ничего сверхъестественного на этих встречах не произошло. Хотя при общении с нашим министром Лавровым, про которого Болтон, о котором чуть позже любят говорить, что тот склонен к истерикам в самые неожиданные моменты. Но вот известно, что Помпео ему настоятельно, Лаврову я имею в виду, а не Болтону, конечно, настоятельно рекомендовал освободить украинских моряков, оставить в покое Венесуэлу и не пытаться спасать режим Мадуро, и, ну, естественно, рекомендовал не пытаться влезать в выборы 20-го года. Понятное дело, что от последнего российская сторона упорно отбивается, хотя уже с этим стоит завязывать и признавать, что это было. А я бы, помимо этих встреч, они будут продолжены и, скорее всего, да, состоится и встреча Трампа с Путиным, что, ну, некоторую опаску вызывает. Но, с другой стороны, пока Помпео продолжает играть роль жесткого госсекретаря и не играет, а выполняет лучше, так скажем. И, в общем и целом, у него это получается, на мой взгляд, очень даже удачно. Ну, посмотрим, что и получится из потенциальной встречи. — Кроме того, обратил бы я ваше внимание на две речи Помпео. Одна уже довольно-таки давняя, в прошлый раз просто не успел я ее затронуть более подробно, так как она связана с Тэтчер и с отношениями США и Британии. Произнесена она была в Лондоне и, да, была так или иначе адресована именно правлению Тэтчер и особым отношениям, которые уже издавна существуют между штатами и королевством, и тем, как это было при Тэтчер. Я бы выделил несколько моментов в этой речи. Ну, помимо того, что Помпео, естественно, говорил о близости и о родстве британской и американской системы, но он сосредоточился и на внешних опасностях общих. Это и российские действия, он вспомнил, например, химическую атаку и попытки России влезть в дела европейские и хоть как-то их контролировать, и противостояние терроризму на Ближнем Востоке. Но, что немаловажно, Помпео указал на то, что британцам, хотя он сказал, что и американцам, естественно, тоже стоит озаботиться вопросами антисемитизма, которые антисемитизм все более и более уродливо себя демонстрирует во всей своей неприглядности. И напомнил еще раз, от чего очень многие стараются уклониться и зачем многие стараются спрятаться, что антисемитизм это, собственно, антисемитизм и есть. За что Помпео, опять же, спасибо. И тоже к этой теме мы вернемся чуть позже, да и вообще Китай, похоже, у нас сегодня будет сквозной темой. А указал он, не пускаясь в подробности и не называя имен, на то, что Китай на сегодняшний день это действительно угроза, и что сотрудничая с ними следует придерживаться целых мер предосторожности. Так как, вообще-то, сотрудничество с Китаем, оно уже спровоцировало скандал в Великобритании, и, возможно, не последний, но об этом чуть позже. Поэтому, подчеркнув свою необходимость сотрудничать по этим направлениям и по общим врагам, также Помпео указал и на то, что сотрудничество торговых штатов и Британии, оно только укрепится, как только наконец-то случится пресловутый Brexit, и потому что Британия скована целым рядом евросоюзовских правил. Ну и выразил надежду, что скоро этот самый Brexit все же случится. А другая речь Помпео, даже в чем-то более программной, перекликающейся, кстати, с речью Теда Круза, помните, мы говорили о ней внешнеполитической же, она была произнесена уже в Соединенных Штатах, это Клермонтовский институт, весьма авторитетный мозговой центр консервативный, созданный учениками Гарри Джаффы и ориентированный на изучение наследия отцов-основателей, а если говорить о политиках более современных, ну как более 19-20 века, то Клермонтовский институт очень сильно завязан с фигурами Линкольна и Черчилля. В общем и целом, это тот мозговой центр, который не всеми силами, но Трампа поддержал, и сейчас остается одной из интеллектуальных основ администрации. И Помпео, адресуясь к Клермонтовской аудитории, там как раз тоже был юбилей, рассказал о своем видении американской внешней политики, ну даже не столько о своем, сколько о видении, которое так или иначе перекликается с тем, что предлагает и президент. И напомнил, что связывая именно с идеями отцов-основателей, внешняя политика Соединенных Штатов должна опираться на 3R, но, к сожалению, на русский язык, и я как ни старался, но с 3R не смог перевести. А именно по-английски это realism, restraint, respect. То есть реализм, сдержанность и уважение. По мнению Помпео, очень многие лидеры, в том числе, к сожалению, Соединенных Штатов, эти заветы отцов-основателей забыли, и в своем стремлении, например, добиваться какого-то абстрактного мира во всем мире, они отказались от реализма, отцов-основателей понимали, что для человечества, к сожалению, конфликт и гораздо более нормальное состояние. И втянув Америку в какие-то коллективные соглашения, в договоренности, которые лишают Соединенные Штаты самостоятельности, лидеры, прежде всего, леволиберальные, они навредили реализму внешней политики. А лидеры, так скажем, более неоконсервативные, в своем стремлении нести демократию туда, куда ее не принесешь, они пошли против той позиции, которая связана со сдержанностью. Что касается уважения, то здесь, по мнению Помпео и те, и другие, были не слишком разумны, так как в той самой попытке навязать демократию в странах, где она не очень-то приживается, не было должного уважения к тем странам, а игнорируя желания самих американцев и втягивая Штаты в какие-то непонятные сделки договоренности, лидеры отказали в уважении своим собственным согражданам. И, по словам Помпео, деятельность президента, она и его команда и должна вернуть нас к этим вот трем. «Ар», увы, повторюсь, трудно перевести их на русский, и к тому, с чего хотели от основателей, когда создавали американскую исключительность. Помянул он, естественно, и Черчилля, помянул он, кстати, и единственную демократию на Ближнем Востоке, то есть Израиль, что было встречено аплодисментами в Клермонте, весьма и весьма, как во всех ведущих консервативных мозговых центрах, доброжелательность к Израилю присутствует. И действительно речь, на мой взгляд, не очень длинная, но очень достойная. Во многом она перекликается с тем, что в интервью обозначила подчиненная Помпео Кайрон Скиннер. Кайрон Скиннер и женщина вообще выдающаяся, это чернокожая интеллектуалка, она изначально специалистка по Рейгану, и она собрала по архивам и выпустила с большим количеством разъяснений аннотаций несколько книг, письма Рейгана, его радиосценарии, его какие-то другие фрагменты, казавшиеся утерянным, статьи, колонки и так далее, которые, по мнению критиков и исследователей, это едва ли не лучшее, что вы можете прочитать о Рейгане его собственными словами. И такую незаурядную женщину, конечно же, привлекли в администрацию. Пост у нее такой несколько длинный и бюрократический. Она глава отдела планирования политики в Госдепартаменте. Если объяснять более подробно, чем она занимается, то это как раз создание интеллектуальной основы, или, если хотите, интеллектуальной аргументации для доктрины Трампа. И в своем недавнем интервью она обозначила четыре основных пункта, которые, вот доктрины Трампа, которые во многом перекликаются с тем, о чем говорил и Помпео. Прежде всего, это суверенитет и национальные интересы, которые должны быть выше всего. И интересы своей страны, и интересы Соединенных Штатов. Во-вторых, это, так ее назовем, взаимность. То есть любые договоренности, любые соглашения с иными странами должны подразумевать, что Америка, если что-то и дает, то что-то и получает. А такого, что жертвовать своими интересами в пользу каких-то абстрактных интересов общих, такого быть, конечно же, не может. Здесь, заметьте, тоже связь с пунктом первым. Пункт третий связан уже с пунктом вторым. Он подразумевает раздел ответственности, в том числе экономической. Но это то, о чем вы все знаете, о чем президент не раз говорил, что другим странам, которые союзники Соединенных Штатов, следует побольше вкладывать деньги в свою, собственно говоря, оборону и в то, в чем они с Соединенными Штатами сотрудничают. Чтобы не получалось так, что Америка платит 80-90, а то и 99 процентов, а все остальное вносят европейские или какие-то иные союзники. И последний пункт четвертый – это необходимость, прежде всего, региональных каких-то союзов, то есть не, может быть, не общие, масштабных и не крупномасштабных, не глобальных, а тех, которые бы защищали интересы, ну и Соединенных Штатов, естественно, помятую о тех пунктах, что я назвал, и их союзников в тех или иных местах. Скажем, Балтийские страны и Восточная Европа – возможные угрозы со стороны России, какие-то азиатские страны – Япония, Южная Корея, например, угрозы со стороны Китая и, например, Израиль и более-менее адекватные арабские страны или прагматичные против Ирана и Ижи с ним. В общем, как видите, все четыре пункта, они вполне себе заслуживают внимания и уважения, но в том же интервью Скиннер упомянул, что с китайцами ими дело труднее, чем, например, с той же самой Россией, потому что китайцы, ну, в оригинале она использовала слово «not caucasians». Опять, увы, русские не дают нам адекватного эквивалента. И сразу же поднялся виск и шум в левой прессе, что, конечно же, Скиннер – расистка. Ну, вы сами понимаете, чернокожая республиканка-интеллектуалка – это уже красная тряпка для левых. Если же она указывает, что с китайцами невозможно иметь, ну, не то, что невозможно, сложно иметь дело, потому что другой менталитет, что, кстати, абсолютно правда, то, естественно, она расистка, но все эти визги и крики, они, к счастью, вроде бы улеклись, хотя я думаю, что Скиннер в покое не оставит. А вот кампания против Болтона, она ведется довольно-таки основательно, и, к сожалению, некоторые представители, ну, даже не консервативного движения, а, так скажем, палеоконсерваторы, махровые изоляционисты, вроде Бьюкена на того же, они эту кампанию, увы, поддерживают. Началось все с того, что Болтон сообщил о том, что будут развернуты военно-морские силы недалеко от Ирана в случае какой-то, в ответ на вероятную угрозу. И хотя разговора об ударах не было, но сразу же поднялся шум, что все, Болтон подчинил себе Трампа, что он хочет войны с Ираном, что война с Ираном начнется завтра, ну, может, послезавтра, и так далее, и тому подобное, кошмар и ужас. Заметим, что никто о войне не говорит, и даже близко ее нет. Но, на самом деле, подобные действия со стороны администрации, они опять разумны, потому что избитая поговорка, которую сделал актуальный фильм Джон Уик 3 снова, это то, что, да, хочешь мира, готовься к войне и так далее, она, на самом деле, оправдана. Потому что, если Соединенные Штаты показывают, что сама по себе вероятность военных действий ими не отвергается, и что при случае к ней прибегнуть можно, а для такой публики, как иранские, например, правители, это работает. Потому что, заметьте, они сразу же стали говорить, что нет, мы сами против войны, это все агрессивные штаты и так далее, и тому подобное. То есть, мы с вами видим, что Болтон, Трамп и вот все те люди, которых я сегодня называл, так или иначе, они Иран напугали, чего не было очень давно. И это очень радует. Конечно же, Иран притихнет, я думаю, может, какие-то гадости он будет делать и с Ирана станется. Но он притихнет и будет ждать выборов. Однако, факт остается фактом. Деятельность президента и его команды плоды приносит. Другое дело, что истеблишмент, пишущий, говорящий, все эти аналитики, возвращенные либералами и работавшие с Обамой, они не могут этого простить. То, что их пресловутая сделка с Ираном сделала Иран сильнее, а действия Трампа наоборот Ирана запугали, они никогда этого не признают. Поэтому им надо нагнетать истерию, им надо рассказывать, что завтра обязательно война, и им надо всеми силами стараться избавиться от тех людей, которые представляют собой вот эту жесткую позицию себя оправдывающую. На данный момент их мишень это Джон Болтон. И, конечно же, Трампу и его окружению надо сделать все, чтобы проигнорировать все эти нападки и Болтоном ни в коем случае не жертвовать. Потому что, еще раз повторяю, жесткая политика, она себя оправдывает. И если вспомнить то, что я говорил о выступлениях, об интервью Помпео и Скиннера, но она вполне укладывается в то, о чем говорили и они, как считаю я. И здесь, наверное, я умолкну. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Я только напомню телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста. Я тоже думаю, что Трампу не следует жертвовать Болтоном в году, так сказать, несогласных. Болтон такая фигура значительная, и я во многом разделяю его позицию. Это то, что я хотел сказать по Болтону. Ну, а теперь давайте поговорим об опасности, которые представляет собой Китай. Да, совершенно верно. Или давайте сначала примем звонок. А, давайте. Потому что к этой теме мы еще можем вернуться. Пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемый Иван, скажите, пожалуйста, действительно ли Трамп жаловался на Болтона, что он своей риторикой как бы подталкивает самого Трампа к военным действиям? Или это, ну, как сказать, вымыслы левой пропаганды нашей американской? Спасибо. Ну, мне трудно сказать. Трамп человек эмоциональный, может, он такое и говорил, но вообще-то сейчас ему стоит, сейчас он наверняка видит, что политика-то себя оправдывает. Поэтому тут мне сложно сказать, что происходит за закрытыми дверями и как себя ведут Трамп и Болтон, но что бы они ни говорили, главное результат. Результат пока такой, что, как сказал тот же Грек Гатфилд, ну, может, он не аналитик, а сатирик, но он гораздо более здравомыслящий, чем многие аналитики, так что теперь Америку, наконец-то, Иран боится, а это очень хорошо. И это правильно. Кстати, рекомендую нашим либеральным друзьям, которые свои новости черпают из вечерних шоу Колберга и там, ну, вот всех этих комиков, якобы комиков. Лучше бы посмотрели шоу Грега Гатфилда. Да, каждую субботу, так и называется, Грег Гатфилд шоу, всем рекомендую. Действительно, с юмором, но на самом деле довольно глубокий анализ того, что происходит. Ну, а теперь вернемся к Китаю. Совершенно верно. Хотя кандидат и ведущий, увы, кандидат в президенты Джо Байден нам рассказывает, что китайцы милейшие люди и они никакой угрозы не представляют. Но здесь все понятно, если учесть, что у его сына дела с китайским банком довольно-таки давние и глубокие. И для многих это должно вообще-то быть тревожным звонком, такие связи. Но, к сожалению, пока на это внимания особого не обращают. Вместе с тем, действия китайских компаний, действия китайцев и действия китайской армии, они не могут не вызвать настороженности, как, впрочем, не может не вызвать настороженности и пассивная реакция многих стран, которые, по идее, союзники. Я еще раз повторяю, что не пытайтесь искать в том, что я, например, говорю про Китай или про Иран, что я игнорирую проблемы Российской Федерации и его нынешнего режима и ту угрозу, что представляет она. Но вот на данный момент, исходя из того, что мы имеем, сейчас, да, Китай — это действительно угроза и опираюсь я здесь не на что-то, а на выкладки как раз разведорганизаций. И, кстати, заметьте, что те же демократы, которые требовали от нас, чтобы мы обязательно верили разведслужбам, когда они указывали на вмешательство России в выборы и на все эти мутные, но не подтвердившиеся связи якобы компаний Трампа, почему-то они игнорируют выкладки по Китаю и, напротив, радостно аплодируют и продвигают Джо Байдену, который с Китаем хочет дружить. И, естественно, проклинают Трампа за его новую серию пошлин, хотя, знаете, даже Стивен Мур, экономист, экономист, бывший советником президента, чья, кстати, кандидатура была тоже загублена левой травлей, он должен был работать в Federal Reserve, но подвергся такой атаке, что сам снял свою кандидатуру. Так вот, даже Мур пишет, что он абсолютно сторонник свободной торговли и фритрейдер, как это называется, но если посмотреть на то, что происходит сейчас, то настолько искривленная ситуация и настолько невыгодная торговля Китая и Соединенных Штатов для штатов, что действия Трампа даже, может быть, самые закоренелые фритрейдеры и не могут, но более прагматичные поддержать должны, тем более, что пошлины не такие высокие. Ну вот, это что касается, да, очень быстро вопроса экономического. Помимо этого, на прошлой неделе был опубликован доклад, ну как опубликован, это он делался для Конгресса, но опубликован тоже, можете его в сети найти, он довольно длинный, и не сказать, что очень захватывающий, но я на некоторые его пункты ваше внимание обращу, так вот, это доклад военной разведки, знаете, управления военной разведки при Министерстве обороны, который указывает как раз на деятельность, действия Китая в регионе и за его пределами. Так вот, результаты этого доклада, они не самые радужные, и хотя известно, что из основных организаций разведывательных, как раз военная разведка, она всегда склонна к большему пессимизму и к большему консерватизму, если угодно, в оценке событий, но именно поэтому, я считаю, им стоит верить, в оценке врагов всегда нужно смотреть на самое худшее. Так вот, во-первых, доклад указывает на то, что постоянно происходит модернизация китайской армии, постоянно создаются такие условия, чтобы китайская армия была готова действовать сразу на нескольких фронтах, на случай конфликта с Индией может она включиться, а с Индией, напомню, как раз укрепляются отношения у Соединенных Штатов, есть Россия, но с Россией как раз Китай сейчас пытается создать союз, как с Северной Кореей, а если этот союз получится, то это будет очень плохо, это как раз то, что в свое время Никсон пытался разбивать, а теперь это может слиться, и с этим надо, конечно, что-то делать, помимо этого, Китай представляет угрозу для Японии, потому что там есть морские разногласия по границам, по островам, и, разумеется, китайская армия, и Китай как таковой, всегда представляют угрозу для Тайваня, но это вообще как в любой момент, может случиться что-то нехорошее, потому что Китай продолжает нагнетать обстановку и увеличает Тайвань своей провинции, и разговоры о военной атаке и оккупации Тайваня, они всплывают постоянно, и как будут действовать Соединенные Штаты, потому что крупномасштабного конфликта, конечно же, хотелось бы избежать, но вообще-то поддержка Тайваня, она все-таки Соединенными Штатами должна быть оказана, так что здесь Китай сохраняет очень, остается очень серьезной дестабилизирующей силой. Кроме того, китайское влияние через организации общественные, через университеты либеральные, да и не только, оно тоже выходит все больше и больше за границы Китая, и коммунистическая идеология, она через вот все эти каналы, через организации и так далее и тому подобное, она продолжает продвигаться на Запад. Я уже об этом рассказывал на примере Соединенных Штатов и так называемых конфуцианских обществ, которые абсолютно подрывные и занимаются тем, что проносят в университеты академическую пропаганду, коммунистическую пропаганду при полном попустительстве университетских властей. Ну и помимо этого тот же доклад указывает, что только за осень прошлого года, 2018-го, было порядка шести случаев, когда пресекались действия либо частных граждан, либо китайских компаний с какими-то филиалами в Соединенных Штатах шпионской деятельности. Заметьте, осень это три месяца и шесть таких случаев, то есть получают в среднем два месяца, но там в октябре почему-то их было особенно много, наверное, да, ближе к выборам они активизировались. Это вообще-то серьезная угроза, тем более, что если только осенью их было столько, то представьте себе сколько за год, за два и так далее. Поэтому шпионская деятельность, воровство интеллектуальной собственности, воровство технологий с одной стороны и деятельность связанная с насаждением или с каким-то влиянием проведением своих идеологических взглядов в общество, в этом смысле Китай работает и очень активно. Кроме того, доклад этот, он посвящен преимущественно деятельности Китая, но в регионе и в Соединенных Штатах, но китайская опасность, она все более и более актуальна и для американских союзников. Ну вот, например, этот самый пресловутый Хуауэй, про который все вы наверняка слышали, который в Штатах уже запрещен, с ним сотрудничество с этим телекоммуникационным гигантом, потому что понятно, что организация, которая занимается телекоммуникациями и которая при этом государственная, она автоматически будет работать с китайскими спецслужбами неизбежно. Любая госорганизация, работающая за границей, да еще в такой деликатной области, как технологии и телекоммуникации, она обязательно со спецслужбами завязана. Тем не менее, прошла информация, что хотя американцы от Хуауэя отбиваются изо всех сил и его блокируют, но вот всплыла информация, что британцы хотят привлечь Хуауэй для работы над модернизированием 5G сетей, и более того, когда эта информация просочилась заседание Совета Национальной Безопасности, то был большой скандал, даже уволили министра обороны, и хотя британцы теперь уверяют, что они привлекают Хуауэй только каким-то там безобидным, чисто техническим моментом, а сам Хуауэй бьет себя в грудь и клянется, что все, что готово подписать какие угодно соглашения, но цена этим соглашениям сами понимаете какая, тот же самый доклад военной разведки указывает, что практически ни одно соглашение, в которое Китай входит, он на самом деле не соблюдает, а в другие так он просто и не входит, и Помпео, вот о чем я говорил раньше, он как раз и указал на то, что вот когда в Британии выступал, что с Хуауэем надо быть поосторожнее и ни в коем случае подпускать его к подобным важным проектам нельзя, тем не менее это проблема и она может внести чего может быть Китай добивается даже больше чем от этого контракта для Хуауэя, ну какие-то конфликты между Британией и Соединенными Штатами, конфликт между Новой Зеландией и ее союзниками англоязычными тоже назревает, хотя Новая Зеландия со своим левым правительством и с его недавним приступом любви к исламу вроде бы у них как-то Хуауэй к тому же самому позиция такая мутная то есть они его как бы блокируют но тамошняя левая премьерша Тардерн она говорит что полностью дверь не закрыта но при этом она же объявила что Новая Зеландия будет участвовать в другой масштабной программе китайского правительства она называется Belt and Road Initiative все звучит безобидно инфраструктура инвестиции но аналитики указывают что эта программа она подразумевает очень серьезное проникновение китайского бизнеса и китайского влияния в те страны где эта программа реализуется и есть такой термин как дипломатия долговой ямы если хотите что Китай собирается в рамках этой программы эту дипломатию использовать то есть загнать страну где вот это будет реализоваться в долги и диктовать ей свои условия Новую Зеландию об этом предупреждали но тем не менее левое правительство на это идет что касается Новой Зеландии Австралии то там китайцы вообще расповеслись очень серьезно и указывают на то что влияние китайской компартии на определенные партии местные прежде всего левые в Новой Зеландии оно очень серьезно при этом когда аналитики ЦРУ в общем-то предупредили Австралию и Новой Зеландии о том что китайцы то у вас уже рядом и они пытаются и порой успешно влиять на ваши выборы и диктовать свои условия вашим политикам то в Австралии хоть что-то стали делать ничего не могу сказать но там относительно консервативная политика и правительство а в Новой Зеландии там вообще ничего и когда люди людей которые в Новой Зеландии пытаются в академических кругах писать и критиковать Китай то их дома подбергаются нападениям у них похищают сведения у них похищают компьютеры с документами и почему-то это остается безнаказанным и не расследуется это звучит как-то из какого-то криминального триллера но это поверьте мне все так оно и есть Питер Мэттис не родственник насколько я знаю бывшего министра обороны это бывший сотрудник ЦРУ и как раз специалист по Китаю Анна не просто аналитик который привлекается самыми разными мозговыми центрами в том числе консервативными он об этом много говорит и более того он даже рекомендует чтобы вот это есть знаменитое я про него тоже не раз его упоминал сообщество Five Eyes 5 глаз разведсообщества Британии из Штатов Австралии Новой Зеландии и Канады что в нынешних условиях когда Новая Зеландия все больше и больше подпадает под влиянием Китая то глаз пора вставлять 4 так как Новая Зеландия с ней сотрудничать в смысле разведки небезопасно если учесть под какое влияние Китая она подпала при своем левом правительстве но посмотрим что этого получится а для Соединенных Штатов это опять же звонок потому что мы видим что происходит в Новой Зеландии я вам только что рассказал и это не преувеличение к сожалению все это опубликовано и не на каких-то конспирологических сайтах оно вполне авторитетно и если Джо Байден со своей любовью к Китаю и со своим сыном который завязан с Китаем не дай бог доберется до Белого дома то вот это действительно проблема потому что вот здесь коллюжен с врагами Запада Китай это враги Запада он тут даже и расследовать ничего не надо он налицо и глядя на то что китайцы делают и то что разведслужбы Соединенных Штатов предупреждают об их опасности в этом смысле позиция и Байдена и тех кто в нем видит спасителя и Демпартии Америки от Трампа даже к сожалению умеренные так называемые республиканцы некоторые я здесь развожу руками Китай это опасность для опасность для Соединенных Штатов и для союзников и Байден это пособник умышленный или просто полезный идиот для меня это безусловно здесь да я умолкну если Сергей что-то добавит с удовольствием передам ему слово мы должны прерваться мы немножко зашли по времени все умолкаю точно возвращаемся в программу час Ивана Денисова телефон студии 847-400-5200 вы еще хотели нам рассказать о том как Томас опять напугал левых да совершенно верно я очень люблю следить за новостями про судью Томаса и на прошлой неделе их снова было много преимущественно в левых средствах массовой информации потому что они очень испугались ну по порядку на первый взгляд дело было вполне заурядно можете его найти совет по налогам Калифорнии против Хайта и решение суда 5 к 4 оно смысл его в том что на штат подавать в суд в другом штате без ведома вот этого самого ответчика соответственно нельзя ну казалось бы из-за чего поднимать шум победы федерализма и прав штатов и в своем решении о решении суда писал как раз Томас он подробно изложил всю историю как права штатов уважались отцами основателями как они их видели привел огромное количество цитат показал свою эрудицию высокий интеллект и из-за чего Сербо Сербор из-за одного единственного абзаца на самом деле дело в том что это решение оно аннулирует другое решение еще 79 года и соответственно Томас объяснил что это прежнее решение аннулируется по той простой причине что когда суд пытается конституцию переписывать сам а не опираться на поправки конституционные то суд на такой зыбкой почве и соответственно подобные прецеденты от них можно избавляться на самом деле возразить против этого нельзя потому что если Верховный суд 70-х выдумал что-то несуществующее то судьи с философией оригиналистской абсолютно имеют право аннулировать то решение если они могут это объяснить американской юридической традиции что Кларенс Томас и сделал и вот тут-то и началось в статьях левых юристов доводы Томаса связанные с отцами основателями все его подробные исторические выкладки они не рассматривались вообще и с ними никто естественно не мог поспорить все вот зациклились на этой самой фразе и на том что Томас вот тем самым открывает путь к тому что теперь консерваторы и их большинство в суде они уничтожат ну понятное дело дачу ее наследия суда Уоррена и тех левых судей которые конституцию трактовали как им хотелось когда там с конца 30-х годов ну до прихода чуть ли не скале естественно как я уже сказал главный объект страха левых это целый ряд решений 60-х годов Уорреновского суда ну и плюс то то самое решение 73-го года об абортах они боятся и есть отчего но заметьте что главное нам в своем страхе в своем желании в своем стремлении напасть на судью Томаса который для них теперь главный враг они ведь почти уже в открытую признают что их конституция это не волнует их волнует то как судьи активисты эту самую конституцию несчастную великую и несчастную одновременно подгоняют под свои нужды и вот это признание оно на мой взгляд довольно таки характерно для них потому что практически когда они пишут что их волнуют определенные решения а не следование конституции не следование американской традиции то это их признание в том что они не озабочены своей страной они не озабочены ее традициями они не озабочены ее благосостоянием а они озабочены только политической конъюнктурой и своей леволиберальной идеологией которая американскую исключительность и все лучшее что в ней есть готова уничтожить здесь на мой взгляд стоило все таки американским консервативным юристам более активно выступить в поддержку Томаса не то чтобы его это сильно волновало потому что действительно если страхи левых либералов будут оправданы то это на самом деле очень хорошо и если судье Томасу и его союзникам Алито Горсычу надеюсь Кавана удастся сдвинуть суд в нужном направлении я даже не говорю заметьте в право или в консервативном направлении а именно конституции то жуткое наследие 60-х будет ликвидировано и ничего страшного не произойдет я же считаю что судье Томасу точно нельзя уходить потому что такие слухи ходили и хотя да есть опасность что если он не уйдет сейчас в следующем году ему тоже нельзя уходить год перед выборами но неизвестно кто победит но тем самым опять надо активнее выступать в поддержку президента получается чтобы у нас было еще 4 года республиканской администрации и если судья Томас наконец-то надумает уходить в отставку хотя я очень надеюсь что это случится еще не скоро но сами понимаете возраст такая штука это Гинсберг и Брайер сидят кажется уже как зомби там бессмертные а Томас человек более разумный и он-то уйти может в любой момент но то что его последние решения и то что он действительно как отмечают все на сегодняшний день самый авторитетный судья не только как консервативный не только как оригиналистки но и вообще самый авторитетный это безусловно и этим моментом нужно пользоваться тем более даже если мы отвлечемся от его способности повлиять на коллег в том чтобы вернуться к конституции и аннулировать неконституционные решения суда 60-х 70-х впереди еще много боев связанных уже с делами сегодняшними с иммиграцией с тем что пытается проводить администрация сейчас вы знаете администрация хочет бороться со способностью и возможностью судей накладывать запрет на решение администрации и известно что судья Томас не раз эти возможности судей критиковал считая что они выходят за рамки судебной власти и его решение здесь будет тоже очень важным то поэтому действительно судья Томас нам консерваторам я имею ввиду в том числе и за пределами Соединенных Штатов просто необходим ну а левые истерики левая травля это все привычно ему не привыкать и тот же Джо Байден да сегодня у нас какой-то теневой герой получился который будет похоже свою политику строить на том что китайцы хорошие а Кларенс Томас плохой и извиняться перед Анитой Хилл всю свою предвыборную кампанию но тем самым Джо Байден только лишний раз проявит себя соответствующий удручающий какой угодно не лучшей стороны тут понятно а Кларенс Томас пусть и дальше пугает левых и пугает их не только своими словами но еще и решениями которые бы укрепили силу американской конституции чего я всем нам и желаю да и наверное здесь тоже опять умолкаю если Сергей что-то добавит с удовольствием передам ему слово коль скоро мы заговорили о судях коль скоро вы заговорили о судях я вспоминаю во время предвыборной кампании как я сказал что если даже Трамп назначит одного судью верховный суд консервативного я считаю что его миссия выполнена двух консервативных судей верховный суд по-моему более ста судей федеральные суды и еще это продолжается еще процесс назначения новых судей и по идее казалось бы все новотрамперы которые обладают хоть каплей здравого смысла должны были бы оценить хотя бы даже вот это потому что это такое действие долгосрочное это не сиюминутный успех это не сиюминутное высказывание или твит или еще что-то или попытка принять какой-то законопроект это действие которое предопределяет в какой-то степени будущее нашей страны на перспективу на десятилетие и я не понимаю как до сих пор некоторые люди по-прежнему никак не могут согласиться с тем что Трамп выиграл эти выборы и по-прежнему не будучи демократами по-прежнему так сказать пытаются противостоять Трампу удивительные вещи абсолютно согласен и то что некоторые нево-трамперы видят в Байдене спасителя который чуть не загубил не то что номинацию а всю карьеру Кларенса Томаса для меня это тоже свыше понимания и который кстати как вы уже упомянули готов продать интересы страны китайцам просто так как чих Иван огромное спасибо к сожалению времени больше не осталось до встречи в следующий раз да спасибо до встречи через две недели до встречи Продолжение следует...